Добрый день! Сегодня в открытии студии «Свободный пресс» я, Росислав Выщенко, Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Вчера случилось чудо. Предсказуемое чудо, но случилось. Украина стала самым выдающимся государством планеты, ради нее даже поменяли правила МВФ. И теперь МВФ может кредитовать государства, которые оказались в состоянии дефолта. Это чудо предсказуемое, потому что каким-то образом демонстрировать свою лояльность по отношению к Украине США должны были, чтобы режим не сдулся завтра же. Но тем не менее, по сути дела, они пожертвовали Международным валютным фондом ради рассыпающегося режима. Потому что теперь кто угодно, и Греция, и Португалия, и даже какая-нибудь Намибия или Бацвана могут прийти в МВФ и сказать, что у нас дефолт, а денежки-то дайте. А если давать всем, то завтра многие учредители МВФ начнут уходить оттуда. Ведь они же не сами начнут уходить, они же начнут забирать свои капиталы. При этом мы понимаем, что разрешить кредитование и начать кредитование – это две разные вещи. Потому что МВФ до сих пор вроде как мог кредитовать Украину, потому что она еще дефолт по-российским облигациям не объявила. Но он уже в октябре 1,7 миллиарда не дал, в декабре 1,5 миллиарда не дал, уже в сумме больше 3 миллиардов не дал. И все время это куда-то переносил. То есть я не понимаю, какой смысл, в чем великая сермяжная правда, вместо того, чтобы давать постоянно деньги на поддержку режима, тем более такая возможность была. Вначале перекрыть кислород, довести его буквально до смерти, причем уже не клинической, из такого состояния уже не откачивают. А после этого в придачу пристегнуть к нему наручниками МВФ и отправить туда же в могилу. Это у Соединенных Штатов теперь уже хаотизация перешла от ближневосточных стран к Международным финансовым институтам? Ну в целом складывается впечатление, что американцы реально не просчитывают долгосрочные шаги своей политики. В целом поведение абсолютно ситуативное. Понятно, что изначально падение Украины к ногам Запада считалось выдающимся результатом. Невзирая на то, что это произошло без Крыма. А в целом, в моем понимании, Украина такой непрерывный театр абсурда. Потому что не просто какая-то буфонада, клоанада, а на самом деле, знаете, все окрашено в такие мрачные цвета. То есть черная дыра, которая засасывает и бесследно исчезают в этой дыре любые деньги, которые туда кто-либо дает. Постоянно меняются декорации. Постоянно, понимаете, действующие лица, первые лица украинской политики, они демонстрируют настолько выпиющий кретинизм, что казалось бы, ну, бакасса отдыхает по сравнению с Порошенко. При том, при всем, что один был людоедом, ел своих политических противников, а другой, ну, виновен в массовых убийствах. И по нормам любой замыкной демократии должен быть немедленно закован в кандалы и доставлен принудительно в ГАГу для суда и последующего пожизненного заключения. Ну, я думаю, что денег все-таки реально никто давать Украине не будет. Все понимают, что это труп, причем труп смердящий, и процесс вот этого распада, этого трупа будет гальванизирован тем или иным образом и будет ужасен. Поэтому все ждут вот этого неизбежного страшного конца в расчете на то, что произойдет какое-то чудо, либо рассосется как-то, либо что-то там произойдет. Но ощущение, что все вот ждут ужасного конца, но при этом никто не хочет реально вкладывать каких-то денег. Ну, понятно, что с практической точки зрения Украина это уже государство в стадии распада, это государство-банкрот, это государство, которое не способно обеспечить элементарные социальные условия для проживания своего населения. Дальше будет только хуже, будет только чудовищнее. Но в этих условиях, очевидно, все-таки вот этот визит Байдена, о котором мы, видимо, поговорим чуть позже, вот эти решения каким-то образом выделить Украину и предоставить ей некие эксклюзивные преференции, опять же для того, чтобы могла быть какая-то финансовая подпитка от МВФ. Это все, мне кажется, игра, которая заранее обречена на полную неудачу. И, конечно, американцы просто не задумываются, они понимают, что будет плохо, но если будет плохо, будем расхлебывать ситуацию по мере того, как она будет нарастать, либо оккупировать те или иные варианты развития процессов в зависимости от того, куда они поведут. Поэтому долгосрочной такой стратегической линии у США в отношении Украины нет. Денег давать никто не будет и не хочет. При этом Европа однозначно смотрит уже на Порошенко, извините, как на такого, знаете, сукиного сына. И уже даже не нашего. И уже даже не нашего, в том-то и дело. Мне кажется, для американцев он уже тоже не наш. Это рассматривает Порошенко, его режим, как, знаете, чемодан без ручки, который хочется не просто нести, а хочется пнуть, чтобы он катился и как-то вот не раздражал. Фигура Порошенко в целом, она вызывает огромное отторжение и раздражение уже у всех. Ну, просто говоря, надоел своим нытьем. И если раньше вот эти вот антироссийские какие-то заявления, либо телодвижения, они, ну, воспринимались как бы с похвалой. Его похлопали по плечу, там, втайне аплодировали. То сегодня уже он надоел. И поэтому он просто вызывает раздражение. Вот хочется убрать его куда-то. Но куда убрать? И будем наблюдать, как дальше эти процессы будут развиваться. Я думаю, что еще возникнет ситуация, когда Украина начнет зимой воровать российский газ. Мы увидим еще вот эти вот все выкрутасы. Европейский газ. Ну, европейский газ, да. Который мы продаем, так сказать, в Европу. И в этом плане это страна, которая, ну, мягко говоря, уже ассоциируется со всем тем негативом, такой, знаете, хуже, чем Косово во времена рассвета торговли человеческими органами и распространения, так сказать, вот этой албанской наркомафии по всей Европе. Вот Украина сегодня воспринимается в качестве такого, знаете, европейского изгоя. Ну, надоело уже всем. Ну, смотрите, вы дважды сказали о том, что Соединенные Штаты, возможно, не просчитывают свои действия на Украине. Ну, сложно заподозрить американцев, что за 20 лет, кстати, они все-таки, ну, хотя бы приблизительно не посчитали, как могут развиваться события. Кроме того, мне еще когда-то в 96-м году один мой коллега, который работал в Киеве в фонде Сороса, раздавал гранты. Он говорил, ну, у нас примерно 50% каждого гранта идет на воровство. Ну, то есть изначально заложено, что будет украден. Я говорю, представляю себе, сколько воруют там, откуда к нам эти гранты приходят. То есть, по большому счету, все прекрасно знали, с кем работаю, но никаких особо иллюзий по этому поводу не испытывали. Кроме того, ну, если бы это касалось бы только Украины, то можно было бы сказать, ошиблись. Ну, смотрите, они сейчас точно так же пристегивают Турцию, да, к ИГИЛ. Причем, понятно, что это делается под американским, так сказать, патронатом. Что же, в общем-то, Соединенные Штаты даже не скрывают того, что ИГИЛ – это тоже не такие уж плохие террористы, поэтому по ним они все время промахиваются, а по сирийской армии один раз напопадают. Но ведь, по большому счету, это тоже ведет к хаотизации Турции, это ведет к хаотизации Саудовской Аравии, американских, кстати, союзников на Ближнем Востоке. То, что они творят с Европой, не только на украинском, но и на ближневосточном направлении, ведет к хаотизации Европы. Сейчас, опять-таки, мы говорим о том, что они, по сути дела, разрушают МВФ вот этим решением. Причем, как вы правильно сказали, Украине-то денег не дадут, но МВФ-то от этого не легче, он же решение уже принял. Это решение принимается не только, там же не написано, что это исключительно для Украины решение, это решение для всех. Это новое правило МВФ, в соответствии с которым к ним будут обращаться, и в соответствии с которым разные государства будут выстраивать свои отношения с МВФ. То есть, уже табуреточку поставили, петельку на шею накинули, следовательно, табуреточку выбить, что ты прости МВФ, прощай МВФ. По большому счету, Соединенные Штаты хаотизируют свой собственный мир. И у меня лично складывается такое впечатление, что если где-то, скажем, 3-4 года назад эта хаотизация происходила для того, чтобы создать проблемы своим оппонентам и победить их, то сейчас эта хаотизация происходит для того, чтобы создать проблемы победителю и уравнять его шансы. То есть, по принципу, не доставайся же ты никому, победителей не будет, потому что фигуры с доски смахнули, а саму доску сломали. По сути дела, последние действия Соединенных Штатов приводят меня к мысли о том, что они просто пошли в разнос и, понимая, что времени на долгую игру не хватает, а в этом промежутке они уже проиграли, просто сбрасывают с доски фигуры. У меня все-таки, я придерживаюсь мысли того, что то, что мы наблюдаем, хотелось бы, конечно, с точки зрения глобальной геополитической игры, вот этих шахмат, которые там Зержинский обозначил, что есть некая такая глобальная стратегия у США, когда они вот так хаотизируют те или иные регионы мира, а потом из этого извлекают дивиденды. Но все-таки, на мой взгляд, что здесь вот таких глубоких просчетов нет. Во многом все-таки политика американцев строится на конкретных ошибках, на просчетах, на отсутствии долгосрочных таких вот аналитических выкладок. На мой взгляд, это связано все-таки с низким качеством принимаемых внешнеполитических решений. Ушла вот та генерация людей, которая сидела в американских фабриках мыслей, которые могли реально влиять на те или иные события, предлагая свои сценарии, свои прогнозы. Решения, которые принимает администрация, в частности, Барака Обамы, ну, под ними нет такого вот качественного просчета и прогноза. Да, они как бы вот, ну, смотрят ситуацию, они пытаются выруливать в зависимости от того, как она развивается, допустим, либо туда, либо туда. Но во многом американцы, как бы, нельзя сказать, что ход тех или иных событий, это есть прямое следствие американской политики. Ну, например, американцам, как им кажется, было бы выгодно встроиться в те или иные, ну, к примеру, протесты, оформив их в очередную цветную революцию. Но создавая предпосылки, создавая с позицией мягкой силы какие-то рубежи влияния, тем не менее, вот в рамках того, если вдруг внезапно быстро переворачивается, обрушается ситуация, американцы во многом вынуждены действовать здесь ситуативно. Что касается, как бы, политики, да, чем американцы сильны? Они сильны тем, что у них стоит станок. Я вот читал мемуары директора ЦРУ, как они решали проблему покупки лояльности тех или иных афганских полевых командиров, когда после 11 сентября им пришлось входить в Афганистан. Был кейс, стандартная практика, куда вмещался 1 миллион долларов налом. И вот такими кейсами, которые там возили спецподразделения, прикомандированные к американской разведке, для обеспечения физической безопасности доставок крупных партий кэша в регион. Вот так вот они покупали и решали эти вопросы. Но еще раз повторяю, вот знаете, когда мы говорим, что Америка сильна чем? Она, безусловно, сильна своими возможностями влияния, она сильна сателлитами. У нее есть рычаги, связанные с накоплением компромата и управления теми или иными политическими фигурами. Но в целом процесс хаотизации, который происходит, я считаю, что это следствие в определенной степени просчетов американской политики. И они уже вынуждены вот эту ситуацию хаотизации каким-то образом натягивать на решение тех или иных проблем. Теперь, что касается Турции и ИГИЛ. Безусловно, Эрдоган с точки зрения выстраивания бизнес-экономических схем взаимодействия создал, ну, такую вот работающую модель, которая удобна всем. Во-первых, это канал финансирования ИГИЛ. С точки зрения, ИГИЛу нужен кэш для того, чтобы платить людям, которые воюют в рядах исламистов. Это канал финансирования американской войны с Асадом руками ИГИЛ, причем за деньги ИГИЛ, украденные у Асада. У Асада, совершенно верно. То есть, там получается такая бизнес-схема. С другой стороны, там есть конкретный Эрдоган с его семьей, которые там получают деньги, им хорошо. Есть курды, курды в Ираке, которые фактически во главе с Барзани, там являются самостоятельным субъектом зарабатывания денег. И у которых есть политические бизнес-интересы во взаимодействии с Эрдоганом. То есть, каждый здесь имел, ну, грубо говоря, был бенефициаром возникшей ситуации. Ну, судьба Асада была предсказуема, он должен был пасть, либо, так сказать, его там растерзало в ходе народного гнева, как это произошло с Каддафи. Либо он там был бы повешен, как это произошло в свое время с Аддамом. В любом случае, он уже был отыгранной фигурой. И то, что Россия, вот, пойдя на операцию в Сирии, резко изменила расклады, стало очевидно для всех, в определенной степени, во-первых, неожиданностью. Потому что никто не думал, что столь решительно Кремль возьмет и отправит, условно говоря, армию воевать на Ближний Восток. Пусть в формате авиационной операции, но этого никто не ожидал. Ожидали, что мы будем вяло поддерживать Асада до последнего момента, а потом либо эвакуируем его в Москву, либо он падет, так сказать, под ударами взмущенных, так сказать, народных масс, так называемых. Но произошло совершенно иной расклад. И сейчас, как бы, вот, опять же, то, что мы наблюдаем, активизация США, активизация Германии, ну, Франция, понятно, это месяц за теракты. Но, как бы, вот в этой ситуации все прекрасно понимают, что надо что-то делать, иначе вольно или невольно главным выгодоприобретателям от всего того, что происходит, будет Россия. А это никому не выгодно. И мы, опять же, наблюдаем усиление риторики, враждебной для нас из уст Госдепа США, который начинает грозить уже впрямую нам и Ирану, что если мы по-прежнему будем поддерживать Асада, значит, будет плохо, а кара небесная обрушится и на Москву, и на Тегеран. То есть, американцы в определенной степени нервничают, ну, а мы, я считаю, все-таки реализуем свою политику достаточно прагматично и понимая сложности, связанные с тем, что мы не можем идти на формат наземной операции, потому что это будет однозначно привязано к второму Афганистану, только в сирийском варианте. В этом плане Путин прекрасно понимает риски всей этой ситуации, как международной, так и внутренней риски. Но, тем не менее, мы воюем достаточно эффективно. Я хочу сказать, у меня была возможность три дня быть в Сирии совсем недавно и побывать на авиабазе Хмеймим, и посмотреть сирийское побережье, контролируемое Асадом вдоль Средиземного моря. Ну, в целом, надо отметить, что на меня самое сильное впечатление произвело качество наших командных кадров, руководящих, которые находятся в Сирии. Это люди, я считаю, новой генерацией российского офицерства, генералитета, которые совершенно четко увязывают реальную войну, а это война гибридная, будем называть во многом, с теми задачами, угрозами, вызовами, с которыми может столкнуться Россия. Есть совершенно четкое понимание, что будут взрывать Среднюю Азию, и активность исламистов может привести к тому, что мы можем столкнуться с такой ситуацией, когда экспорт экстремизма из Афганистана будет налажен в качестве хорошо подготовленного и смазанного финансового процесса, когда все это будет впихиваться, вот вся эта зараза с Ближнего Востока в Афганистан, дальше из Афганистана на постсоветское пространство, а там у нас нет границ, как таковых, потому что границы России и Казахстана фактически отсутствуют, и в этом плане совершенно никто не представляет, что может происходить, поэтому мы уже заранее готовимся к тем сценариям ведения боевых действий, которые могут быть нам навязаны непосредственно в Средней Азии. — Ну пока скорее в Таджикистане только. — Таджикистан, Узбекистан, хотя не является членом УДКБ, но это чрезвычайно слабое звено. Вообще вся ситуация вот там с точки зрения... — Я имею в виду, зайти они пока могут только из Афганистана через Таджикистан. — Да, да, безусловно, и вот то, что там наблюдаем активность исламистов, когда четыре уже провинции перешли в руки, собственно, фактически ИГИЛ, это, конечно, тревожный знак для нас. — Поэтому глобально стоит задача после крымских событий на уровне политических элит США сформулирована абсолютно четкая задача дезинтеграции и уничтожения России как государства, как центра силы. — При этом они понимают риски этого процесса, прежде всего риски, то, что мы ядерная держава. Но прогнозы ЦРУ никуда не делись, где на аналитике Ленглия реально просчитали варианты, когда, скажем, идет такое насильственное деление, дробление России от 8 до 10 крупных регионов, которые автомизируются. И в дальнейшем, так сказать, мы возвращаемся к такому варианту еще до Московского царства, когда единая централизованная Россия должна прекратить свое существование, а фактически начать обслуживать трубу, по которой будут качаться наши ресурсы на Запад. Ну, это такая глобальная цель. И я думаю, что Путин прекрасно понимает риски. Я могу судить хотя бы по тому, какими темпами сейчас и каким временем Путин уделяет военным и оборонным вопросам. — То, что риски понятно, об этом свидетельствует как раз то, что не начинается сухопутная операция в Силии. Потому что, если бы речь шла бы о Блицкриге, после которого можно через полгода или год делить трофеи, то, в общем-то, сухопутная операция не несла бы такой уж серьезной угрозы дестабилизации внутренней. Но дело в том, что, с моей точки зрения, если вы правы, наши западные друзья и партнеры ринулись сейчас на Ближний Восток, именно потому что считают, что скоро надо будет трофеи делить, то они допускают глубокую ошибку. Потому что получится хаотнизировать Среднюю Азию или не получится, это еще вопрос. Хотя очевидно, что хотят, и неоднократно уже пытались. А вот то, что в создавшихся условиях, как минимум, Турция и Саудовская Аравия уже кандидаты на хаотизацию, причем этот процесс уже запущен. Это вот как на Украине было в 2013 году, еще Майдан не начался, а часы уже тикали. Когда решили подписывать ассоциацию, уже часы до государственного переворота начали тикать. Вот так же и здесь, когда Саудовская Аравия влезла в Йемен, а Турция продемонстрировала свои союзные отношения с ИГИЛ, вначале сбив самолет, а потом заняв ту позицию, которую она заняла, начали тикать часы, дыхать. Причем даже не руками и не усилиями России, это уже объективный процесс. Поэтому я думаю, что проблема Ближнего Востока, она в отличие от украинской, которая должна рассосаться значительно раньше, все-таки нас еще будет напрягать как минимум 10, а то и не один десяток лет. А вот возвращаясь на Украину, смотрите, мы говорили о том, что Соединенные Штаты приняли какое-то не очень понятное решение по поводу МВФ. Но там есть еще интересные моменты. Ведь всегда, там и на экспертном, и на политическом уровне, общим местом считалось утверждение, что Обама это, в общем-то, такой достаточно лояльный, спокойный и ориентированный больше на внутреннюю политику, на какие-то свои проекты президент, который просто отдал внешнюю политику на откуп Яслибом, вроде Байдена и Клинтона, а теперь не может ее забрать назад. И что с Обамой договориться можно, а вот все плохое исходит от этих самых Яслибов. И что мы видим вчера? Все происходящее не только не просто не укладывается в эту картинку, а диаметрально противоположно. Потому что понятно, что ни Байден, ни Клинтон, а только совокупная мощь правительства Соединенных Штатов, сконцентрированная в Обаме, могла заставить МВФ принять то решение, которое он принял. В то же время на Украину приезжает Байден, выступает в Верховной Раде и говорит буквально то, даже еще с горкой сверху, что говорил Путин два года назад. Он говорит, вам надо федерализироваться, вам надо создать абсолютно автономные территории, у каждой будет свое правительство, чуть ли не своя армия. Значит, они будут жить вроде как вместе, но фактически отдельно и так далее. Ну, конечно, Верховная Рада аплодирует, но я понимаю, что они сейчас находятся в состоянии когнитивного диссонанса, потому что, а за что, собственно, два года воевали. Но получается так, что если Байден приезжает, не то что уговаривать, приказывать Украине не просто выполнить Минска, а пойти значительно дальше выполнения Минска, потому что речь уже идет не только о Донецке и Луганске, а обо всех украинских территориях, которые должны иметь такой же особый статус. А в это время миротворец Обама, значит, производит какие-то телодвижения, которые позволяют Украине надеяться на дальнейшее финансирование и вот такого межуумочного состояния. Ну, действительно, очень интересное заявление, которое сделал господин Байден, но, мне кажется, в основе понимания, что это может отсрочить тот крах и развал Украины, который неизбежно сейчас вырисовывается, когда это государство просто может физически прекратить свое существование и будет просто растащено на куске. Поэтому корректировка в определенной степени американских подходов связана с тем, что они не хотят самых крайних вариантов. Может быть, для них, опять же, вариант мягкой федерализации — это возможность сохранения контроля над проектом путем того, что уже будут работать не только, скажем, с центральной властью, с Киевом, но и с региональными элитами для того, чтобы, имея рычаги и возможности влияния, встраивать их в общий политический процесс, выгодный для Соединенных Штатов Америки. Понятно, что Украина как унитарное государство сегодня невозможно и не будет. Украина вообще, в принципе, не состоялась как государство. Это вызывает, конечно, очень большой парадокс, потому что на момент распада Советского Союза Украинская СССР выглядела в экономическом и в политическом плане гораздо мощнее, чем та же самая Польша. Посмотрим, где сегодня Польша, а где сегодня Украина. Я вам скажу больше. Тогда Украина даже в военном плане была мощнее России, потому что самая мощная группировка Советской Армии была следующая именно на Украине. Огромные запасы вооружения. Украина ведь фактически 20 лет торговала советским военным наследством и входила там в разные годы даже в десятку крупнейших экспортеров мирового оружия. Даже в пятерку входила. Даже в пятерку входила. Там были, правда, и криминальные абсолютно вещи, когда, скажем, крылатые ракеты Х-55, которые являются носителями ядерного оружия, слава богу, без ядерных боеголовок, но Украина сумела продать по нелегальным схемам и в Китае в Иран, а потом после вот этого скандала, помню, как погиб в автомобильной катастрофе генеральный директор Укрспецэкспорта. Это еще было прикучено. Мы помним скандалы, когда станции пассивной радиоразведки Украина сумела продать Саддаму Хусейну. Причем оплата была золотом. То есть там чудес было много. И все это было, в принципе, советское военное наследство, либо непосредственно распродажа со складов, либо распродажа новейших технологий, которые Советский Союз инвестировал, вкладывал, развивал в украинском сегменте оборонно-промышленного комплекса. Ну а американцы, в принципе, вот в этом плане, мне кажется, ищут сейчас новую модель сохранения контроля над процессом и над Украиной. Потому что по-прежнему Украина рассматривается как копье, нацеленное в сердце и в грудь России. По-прежнему Украина должна быть принята в НАТО. Я думаю, что будут изменены правила, связанные с тем, что если у тебя есть претензии к соседу с точки зрения территориальных споров, то ты не можешь быть членом альянса. Я думаю, американцы при необходимости скорректируют и эту норму. Другое дело, что Украина в том виде, в котором она сегодня существует, она не готова даже элементарно соответствовать стандартам НАТО. Тотальная коррупция и все прочие вещи. Я думаю, что сейчас желающих заблокировать будет больше. Очевидно, потому что помимо Польши, которая всегда антироссийски настроена, и Прибалтов, которые готовы поддержать любые инициативы, выгодные для США, в общем-то целый ряд государств, добавлю сюда Италия, страны Центральной Европы, Чехия, Словакия, они с определенным скепсисом Венгрия смотрят на Украину. Поэтому здесь, конечно, не будет того, на что рассчитывали в Киеве, то есть быстрая интеграция. Я думаю, что для самих Соединенных Штатов вопрос принятия Украины в НАТО сейчас, в общем-то, вряд ли сильно актуален. Он не актуален, но как бы с геополитических расчетов все-таки не будем забывать инерционность, говорить все-таки будем об инерционности мышления американского правящего класса. Вот у них есть мейнстрим. Мейнстрим — это враг Россия, единственное государство, которое может физически уничтожить США. И как бы поддерживать структуру баланса, как это было во времена Холодной войны, они не желают. Как бы Карфаген должен быть разрушен. И в этом плане любые проекты, которые объективно будут вести речь об ослаблении России, а именно украинский проект рассматривался в этом ключе, американцы будут поддерживать и реализовывать. Другое дело, что бездумно вкладывать деньги они туда не хотят. Украинский проект ослабляет США и НАТО, потому что вот что не могут сейчас сделать Соединенные Штаты? Могут все, что угодно. Но они могут военную базу создать, могут не создавать. Могут украинскую армию финансировать и укреплять, могут не финансировать и не укреплять. То есть, с Украиной они могут работать, как с любым своим союзником по НАТО. Если Украина становится членом НАТО, то для создания военной базы НАТО надо консенсусное решение НАТО. То есть, опять-таки, Соединенные Штаты могут разместить свою военную базу, но не военную базу НАТО. Но есть основополагающий акт Россия-НАТО, где прямо вводится запрет на размещение существенных контингентов сил на территории новых стран-членов. Оля, Соединенные Штаты финансируют фактически армии стран-членов НАТО и так и не могут заставить их поднять свои военные бюджеты, хотя бы до 2% ВВП. Тем не менее, процесс этот идет, они додавливают, и новый генсек, я хочу сказать, работает в роли такого, знаете, человека с бейсбольной битой, который пытается выбить из всех, без исключения стран-членов Альянса, бюджет, где будет 2% обязательный вклад в общий оборонный успех. Нет, просто Украина от НАТО действительно что-то получает, ну хотя бы в моральном плане, от присоединения к НАТО, гипотетического. НАТО от Украины и Соединенные Штаты ничего не получают, а издержки получить могут. То есть сейчас у них даже с точки зрения свободы маневра геополитического ситуация на Украине выгоднее, чем если бы Украина была бы членом НАТО. А вот Турция член НАТО и Соединенные Штаты испытывают некоторые трудности, потому что периодически приходится объяснять мировой общественности, как именно действует или не действует статья 5 Вашингтонского договора. Потому что народ-то считает, что Соединенные Штаты вступают в войну автоматически, там и все остальные союзники по НАТО. На самом деле этого не происходит. На самом деле в соответствии со статьей 5, они только в соответствии со своими национальными процедурами решают, какую именно помощь военную или не военную они могут оказать стране, подвергшейся агрессии. То есть по большому счету они могут туда одеяло послать и таким образом выполнить свои обязательства перед членом НАТО. Одеяло с Эболом. Вот. Значит, поэтому сейчас, в общем-то, Соединенные Штаты просто на Украине руки развязаны, не могут ей как мячиком награть. А там возникают, ну, определенные все-таки юридические обязательства, их не обязательно выполнять, но приходится хотя бы объяснять, почему именно ты этого не сделал. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, вряд ли сейчас американцы будут ставить вопросы лицам серьезно продавливать членство Украины в НАТО. Нет, это понятно, но Украина в принципе не соответствует абсолютно никаким стандартам. Можно подумать, Болгария или Румыния соответствовали. Все-таки в известной степени будем говорить, что Болгария и Румыния это не Украина. Украина, там более-менее стабильный политический режим, там более-менее какой-то, ну, я не хочу сказать консенсус в обществе, но, по крайней мере, нет вот этого вот раздрая, который мы наблюдаем сегодня в украинской политике. Фактически такая, знаете, вот махновщина, она противопоказана НАТО. Потому что НАТО это все-таки рациональная выработка и принятие определенных решений. Пусть эгоистических, но в основе функционирования НАТО стоит какая-то логика. В украинской политике логики нет никакой, кроме желания хапнуть денег там, где это есть возможность. Это тоже логика. Ну, это, знаете, такой вот хапок, он может быть... Ну, украсть и убежать. ...хорош для Украины, но для НАТО такой член это будет троянский конь, который способен будет подорвать всю систему сдержек и противовесов, которые сложились в современном мире. Тем не менее, я думаю, что Украина брошена вот так вот не будет. Сидят люди, работают посольства. Американское посольство вообще это такой, знаете, теневой кабинет министров для Украины в этом плане. Нет, это у Виценника теневой кабинет министров. Ну, фактически, да, если мы будем говорить, кто реально принимает решения. Поэтому процессы, очевидно, которые мы будем наблюдать на Украине, они будут весьма занимательны. Вопрос просто, как будет происходить схлопывание этой ситуации с кровью, либо без, кто будет бенефициаром. А что, вы думаете, реально, что может быть без крови? Это как? Я думаю, что, скорее всего, примитивно на Украине нет. Потом вот эти люди, которые сидят там, да, против Донбасса, вот эта вот группировка войск, они тоже агрессивные. Ну, вот я об этом говорю. А кто разоружит эти несколько десятков тысяч вооруженных обормотов? Разоружить фактически никто не может. И в этом плане это тоже будет самостоятельная сила, которая может в определенный момент просто развернуть штыки в обратную сторону и пойти брать власть. Мы помним, как, что происходило после 1917 года, какие там были путчи и мятежи. Поэтому здесь не исключено повторение совершенно невероятных сценариев, вплоть до попыток установления какой-то военно-полицейской диктатуры, если объявится некий достаточно решительный, поддерживаемый определенным количеством штыков человек. Вопрос, найдется ли он и будет ли такой сценарий. У него достаточно штыков. И будет ли у него достаточно штыков для того, чтобы заставить, собственно, соблюдать новые правила игры. Но мне кажется, при любом варианте развития событий американцы примут любого человека, который сможет навести на Украине порядок или некое подобие порядка. И, по крайней мере, предотвратить вот эту хаотизацию, расползание вот этой энтропии, которую мы сегодня наблюдаем. Может, предложить им услуги за недорого? Ну, в виде частной военной компании, да. Можно было бы предложить. Но понятно, что сейчас события на Украине, они, ну, как бы, отходят на объективно. На второй план перед тем, что происходит сегодня с точки зрения борьбы с международным терроризмом, операцией в Сирии. И в целом Украина чувствует себя таким вот, ну, обойденным вниманием членам международного сообщества, когда ты уже никому не интересен. А если раньше там на международных форумах надеть вышиванку, это значило вызвать гром аплодисментов и поддержку вот такой самостийности, национально ориентированного мышления насчет украинского социума. То сегодня я вот наблюдал, например, на авиасалонах, когда некоторые члены украинской делегации, прибывшие на международные авиасалоны, переодеваясь в вышиванках, вызывали изумленно такие презрительные взгляды со стороны остальных участников выставки. Хотя первоначально это было, ну, нечто, вот, проявление духа вот той вот революции достоинства, так называемой, которая в свое время смела Януковича. Вот вспомнили, да, опять о Украине, о том, как ее сейчас игнорируют на мировой арене, но как раз визит столика Байдена позволил украинскому самосознанию воспрянуть, и там в очередной раз аплодировали, подпрыгивали, радовались по поводу того, что сам господин вице-президент приехал и сейчас научит их жить. Я хотел бы вернуться вот к теме минского выступления Байдена, да, там, где он учил Порошенко выполнять в Минске, даже перевыполнять его, и Верховную Раду Украины, то есть к теме автономизации. Вы говорите, что Соединенные Штаты могут предполагать, что им будет проще работать с региональными элитами, чем с центральными, тем образом они стабилизируют Украину. Но вот только что, да, мы говорили о том, что, в принципе, на Украине, если, кстати, армия, нацисты развернут штыки против правительства, более вероятна регионализация, распад на регионы, чем приход к власти какого-то там Бонапарта, да, и по вполне понятным причинам, потому что даже все эти более-менее боеспособные части имеют региональную привязку. Помимо того, что батальоны нацистов формировались по территориальному признаку, еще и армия украинская, хоть и призывная, но в соответствии с украинским законодательством формируется на основе призыва на свою территорию. То есть в каждом регионе призывают своих призывников, их не отправляют служить там из Львова в Донецк в основном. Были отдельные случаи, когда отправляли в Крым, но не более того. То есть в любом случае Порошенко шаю свернули, и мы получаем ту самую регионализацию, которую Байден пытается провести при номинально существующем президенте Порошенко. Допустим, Порошенко к нему прислушался, и Верховная Рада проголосовала, значит, все подписали, и началась регионализация, создаются такие Соединенные Штаты Украины. Но мы прекрасно понимаем, как это будет происходить дальше, вот был уже там в Днепропетровске собственный штат, да, у Коломойского. Сейчас есть еще в Балоге фактически автономное Закарпатье. Галиция не очень серьезно подчиняется центральным властям, делает что хочет. Сейчас ей просто тогда нарежут еще дополнительно полномочия, у них будут свои вооруженные силы, значит, свое, по сути дела, правительство и так далее. То есть эти элиты не будут работать ни с Соединенными Штатами, ни с кем через Киевский центр. Они будут пытаться работать напрямую, это во-первых, и во-вторых, у них тут же возникнут внутренние противоречия, потому что, например, в Днепропетровске сидит и будет сидеть Коломойский, ну или его представители. А в Одессе сидит и, скорее всего, будет сидеть в случае регионализации Мишеков. А в Кривом Роге укрепляется семейство Вилкулов. А это все одна технологическая цепочка, которая замыкается на Одесский порт. Мишеков думает, что порт нужен, чтобы возить контрабанду, а Коломойский думает, что порт нужен для того, чтобы экспортировать его ферросплавы за рубеж и привозить ему оттуда доллары. Значит, вот уже повод для столкновения. Но если раньше это столкновение разрешалось где-то, каким-то образом в Киеве, даже этой слабой центральной власти, которая сейчас существует, то в условиях их автономизации и легализации вооруженных формирований, они просто начнут воевать друг с другом, плевать и не хотели на Порошенко. Ну, мне кажется, американцы будут разруливать эти процессы. В любом случае важно понимать, что деньги этих олигархических групп, они находятся на Западе. Соответственно, все проводки, все возможности, в том числе и репрессивного плана у американцев останутся. Мы помним, как заявивший был о своих планах выступить против Порошенко, Коломойский был вызван к американскому послу, после чего он сделался абсолютно договороспособным, даже на несколько месяцев исчез вообще из информационного поля. Поэтому, мне кажется, для американцев есть рычаги влияния для того, чтобы держать ситуацию под контролем, не допуская в крайних формах столкновений. Да, но видите, что произошло. Американцы с Коломойским договорились. Почерплю, договорились. И Коломойский этого не скрывает, и Порошенко этого не скрывал, даже американцы этого не скрывали. А с моей точки зрения, это уже факт, демонстрирующий слабость американской политики на Украине, потому что вот когда Коломойский пытался искать подходы к Кремлю, да, активно последние два года, тоже, чтобы договариваться, не орден собирался попросить, я говорил, что он зря это делает, потому что Путин с ним разговаривать не будет. Путин представляет сверхдержаву, а сверхдержава не может вступать в переговоры с олигархом, тогда она опускается на орден олигарха, а олигарх поднимается до уровня сверхдержавы. Так вот, Соединенные Штаты вступили в переговоры с Коломойским. Они ему выдали определенные гарантии, они ему, кстати, обеспечили выполнение его интересов в определенных сферах. Они не просто ему сказали, парень, будешь себя плохо вести, деньги заберем. Они гарантировали ему, что он украдет, но меньше, чем собирался. И под их зонтиком. Это как раз свидетельство того, что они не располагают полной свободой рук на Украине. И более того, это ведь, по большому счету, общее место. Не важно, кто из нас, кого крышует. Но вот если вы, кстати, начальник и обеспечиваете мне геополитическую крышу, то на определенном этапе мы все равно становимся взаимозависимы. То есть от меня избавиться просто так уже нельзя, не обрушив свои интересы в данном конкретном регионе. И если вместо одного центрального украинского правительства они получают большое количество таких же обормотов в разных областях, то они просто усложняют себе процесс игры в этой ситуации. Поэтому у меня лично складывается такое впечатление, что Байден, по большому счету, прибыл на Украину решать свои финансовые, экономические, семейные вопросы. Ну, одно другому не мешает. И его отца, и его политические заявления должны были обеспечить ему решение именно этих конкретных вопросов. То есть я не знаю, то ли он шантажировал Порошенкова до народа заявлениями, то ли он действительно считает, что передав, может быть, у него не получается там с киевскими чиновниками чего-то решить, потому что вы же понимаете, что контролируя президента и премьера, вы не контролируете весь аппарат. Там у вас на уровне на четыре ступеньки ниже кто-то выбросил бумагу в урну и все. И ваш вопрос не решается, хоть его лишили везде. И может быть он считает, что ему проще будет решать вопросы, когда эта проблема опустится с киевского на какой-то региональный уровень. Но у меня личное впечатление, что Байден не приехал решать каким-то образом проблемы Украины и даже проблемы продления ее агоний. Наоборот, понимая, что государство агонизирует, он прибыл вытаскивать свои хвосты оттуда и именно этим и занимался. А всем остальным просто делал приятно. Одно другому, как я уже сказал, не мешает. Мы знаем, что Байден вовлечен финансово в ситуацию на Украине примерно, если можно его сравнить, как Эрдоган вовлечен в нефтяной бизнес с ИГИЛ. То есть каждый хочет получить свой конкретный гешет. В этом плане, ну, кидать камни в Байдена, это значит, говорит, что человек должен питаться святым духом. Естественно, нет. Понятно, что впереди уход с политической арены. И хочется, разумеется, по максимуму конвертировать возможности, которые есть у тебя, как у вице-президента, в то, чтобы члены твоей семьи, там, сын и другие отпрыски могли, так сказать, как бы быть встроены в какой-то поток генерации кэша применительно к той же самой Украине. Но почему нет? Это нормальное, ну, в кавычках нормальное, я, конечно, называю поведение западных политиков. Никогда американцы не выглядели такими бессеребренниками. Мы помним, кто инициировал вторжение в Ирак, а кто стал экономическим бенефициаром такого вторжения, кто получил долю в иракском нефтяном пироге, кто... Мы даже знаем, кто зарабатывает на афганских и тайландских наркотиков. Вот поэтому, как бы, ситуация здесь, она вполне понятна, конечно, с точки зрения поведения Байдена, я считаю, что, может быть, он должен стать объектом в определенной степени оперативной разработки со стороны ФБР, как ведомство, которое отвечает за безопасность, да, внутреннюю безопасность США в первую очередь. Потому что одно дело, когда ты решаешь вопросы государственной политики, а второе дело, когда ты решаешь вопросы государственной политики, при этом еще работаешь экономически на свое благополучие. Нет ли здесь вот, грубо говоря, коррупционного какой-то составляющего, она, безусловно, здесь присутствует, как ее ни назови. Ну, а Байден считается смотрящим по Украине. Это человек, который садится в голове стола, а президент, премьер-министр и правительство Украины садятся рядом по бокам и смиренно выслушивают под аплодисменты то, что скажет, так сказать, Байден. Посмотрите, как Байден себя ведет. Он себя ведет так, как плантатор приезжал к туземцам. И, собственно, формально демонстрируя там нормы дипломатического этикета, тем не менее, он чувствует себя абсолютно свободно. Он разговаривает с людьми не своего круга, а с теми, кто стоит по социальному статусу гораздо ниже, чем он. Ну, да, это правильно. Я же по этому говорю, что у меня такое впечатление сложилось, что на данном этапе Соединенные Штаты, как государство, поставили крест на украинской агонии, и Байден это знает. Я почему еще об этом говорю? Потому что впервые за время существования постпутчевской Украины, именно украинские олигархи, причем сохранявшие лояльность режиму, Таруто, Фирташ, начали измерять существование Украины месяцами, не годами, а месяцами. Причем говорили конкретно, что Украине отведено, ну, по версии Таруто, 8 месяцев. Фирташ говорил, до весны. Ну, если весна начинается в марте, это 3 месяца, а если в мае, это 5 месяцев. Там еще кто-то, я уже не помню, кто сказал 6 месяцев. Ну, в общем, диапазон-то понятен где-то в районе полугода. Это говорят украинские политики, украинские олигархи, люди, которые контролируют не просто значительные финансовые ресурсы, они контролируют значительную часть политиков, да, украинских, депутатов парламента, и которые, в общем-то, достаточно хорошо осведомлены и о международных проблемах Украины, потому что они на это могут посмотреть не только из Киева, да, и не только из парламентского кресла, в котором, допустим, сидит какой-нибудь там сотник поросюк или казак Гаврилюк. Они это могут посмотреть и из Женевы, и из Вены, и из Парижа, ну, и при всей своей ограниченности, в общем-то, что-то очевидно понимают. И вот такие вот публичные заявления, да, это же не то, что он где-то с нами встретился, что-то между двумя чашками кофе на ухо шепнуло, знаешь, я так думаю. Это заявление, которое люди делают публично, причем это делает не один человек, а несколько подряд, принадлежащих к одному и тому же кругу. И отталкиваясь вот от этих их заявлений, и, опять же, исходя из того, что Международный валютный фонд при всем своем желании не успеет дать деньги Украине раньше января, а скорее даже февраля месяца. Просто технически не успеет. Соединенные Штаты отказались финансировать, отказались гарантировать украинский долг, значит, дефолт все равно будет, да. А дефолт, он влечет за собой определенные последствия, независимо от того, можете вы или не можете занимать на международной арене. Значит, Европейский Союз отказался Украину финансировать, то есть нет денег уже не только на государство, да, но нет денег уже даже, чтобы себе украсть немножко. Вот, то есть понятно, что структуры, которые и так рассыпались, будут рассыпаться дальше. Потом есть еще один четкий маркер украинской нестабильности. Опять наращивается группировка украинских войск в Донбассе, опять усиливаются обстрелы, и сейчас вот по сведениям из Донецка они примерно начинают достигать уровня августовского, то есть наиболее мощного за все последнее время. То есть опять в очередной раз Киев готовится к провокациям, а возможно и даже скорее всего готовится и к военным действиям. И там до сих пор была только одна фигура, одна, которая все это тормозила. Это редкий трус Порошенко, который просто смертельно боялся начать каждый раз очередной этап военных действий, потому что прекрасно понимал, чем это может закончиться. У всех остальных никаких сдерживающих центров нету, ни у ЮЦУ, ни у Турчинова, ни у генералов тем более. Поэтому с моей точки зрения мы сейчас, судя по поведению основных игроков, находимся именно на той стадии, когда Украина путем ли государственного переворота, путем ли начала войны или даже путем вот такой управляемой хаотизации по Байдену, да, но она все равно должна вступить в эпоху, кстати, распада или полураспада и серьезного внутреннего конфликта. Потому что вот еще я просто забыл сказать, единственный позитивный для Соединенных Штатов элемент, вот в этой Байденовской регионализации, да, я вижу в одном. Если ты не можешь предотвратить этот процесс, его надо возглавить и сделать удобным себе. Вот что получают Соединенные Штаты, сохраняя пусть слабый и формальный, но Киевский центр. Они продолжают сохранять легитимную украинскую власть на международном уровне. Потому что во всех остальных случаях они получают 10, 20 или 30 непризнанных регионов, которые ведут между собой войну. А вот если в Киеве остается какая-то легитимная власть, пусть власть конфедерации, пусть ее даже с ней никто не считается, ни в Одессе, ни в Днепропетровске. Ну, это легитимный игрок и партнер. Да, тогда понятно, кому подчиняются украинские посольства, кого представляют в организации объединенных наций, с кем можно вести переговоры и все время продолжать говорить о том, что вот единое украинское государство где-то там существует. Хоть на самом деле оно уже в реальности может и не существовать. Ну, так вот, поскольку, с моей точки зрения, это хаотизация по Байдену, это благое пожелание, которое вряд ли реализуемо даже при всем уважении к Соединенным Штатам, их возможностям и усилиям, просто исходя из позиций интересов украинских политиков и из их возможностей. Следовательно, мы можем выбирать путем подбрасывания монетки, каким путем хаотизация в реальности начнется, путем ли того, что пришибут Порошенко, путем ли того, что начнут войну в Донбассе и в очередной раз ее, кстати, проиграют, но уже на новых рубежах и с более печальными последствиями. И, ну, у меня традиционная проблема, я лично не знаю, что делать со страной после начала этого процесса хаотизации. Пока мы его можем и могли откладывать до упора, было хорошо. Ну, не очень хорошо, но, по крайней мере, терпимо. Потому что, ну, как минимум, не начиналась гуманитарная катастрофа и гражданская война на территории с 40 миллионами населения. Тут сейчас в Донбассе на территории с четырьмя идет, да, и то большая проблема, в том числе для нас. А если это начнется, вернее, когда это начнется, да, возникнет вот тот же самый сакраментальный вопрос, который мы обсуждали или так мельком прошли в начале беседы. А кому наводить порядок? А кому разоружать бандитов? А кому останавливать гуманитарную катастрофу и так далее? И как ни крути, в общем-то, получается, что нам и Европе, да, при том, что наши европейские друзья сразу просто вижу, как они говорят, вам, вам, вы, идите, давайте, работайте. Пусть дают мандат. Не, мандат, ладно, пусть деньги дают. Потому что, с моей точки зрения, заняться этими проблемами можно, но профинансировать это кто-то должен. Нет, разумеется, за счет России мы не будем финансировать Украину, это исключено. Мы просто не можем. Не можем и по политическим, и по экономическим соображениям. Да, в конце концов, это и не нужно. Я еще раз повторяю, давать деньги банкроту, зная, что они погибнут в черной дыре, будут разворованы, нет абсолютно никакого смысла. Разумеется, вот крайне болезненным пунктом во всей этой ситуации является судьба Донбасса. Потому что сегодня фактически действительно вооруженные силы Украины ведут ежедневные артиллерийские минометные обстрелы жилых кварталов. И, знаете, это такая логика, которая не поддается какому-то здравому объяснению, за исключением того, что война это продление жизни режима Порошенко и какого-то продления существования его физически. Потому что с точки зрения экономики, с точки зрения социальной политики, но Украина не просто достигла дна, она это дно пробила и продолжает катиться вниз. И война это естественный процесс отвлечения внимания населения от существующих экономических проблем на внешнего врага. Всегда можно сказать, что в том, что в Киеве нет горячей воды, виновата Россия и виноват Донбасс. Списать все экономические проблемы. Каким-то образом по-прежнему консолидировать националистически настроенный электорат. Играть вот на этом чувстве национальной оскорбленности. Ну не смогли построить свое национально успешное государство, но в этом должен быть кто-то виноват. Потому что иначе каждый гражданин Украины должен задать вопрос самому себе. А не есть ли собственно тех неудач, которые мы сегодня, источником тех неудач, в которых мы сегодня находимся, мы сами. Это будет просто взрыв головного мозга. И разумеется, гораздо удобнее канализировать вот эти вот вопросы на образ внешнего врага. Поэтому война в Донбассе представляется вполне естественной с точки зрения интересов продления режима Порошенко. Для Украины важно канализировать вот все негативные моменты, связанные с настроением граждан, с падением социальной стабильности именно вот туда, на внешнего врага. Ну это традиционная тактика, которая может сработать, но на мой взгляд она сегодня уже не будет столь эффективна, как была еще год назад или полгода назад. Потому что в любом случае наступает усталость населения от националистических идей, лозунгов. Потому что кушать хочется всегда и прыжками, и криками проклятой москалиты и не накормишь ни себя, ни свою семью. В любом случае трезвое осознание экономического коллапса и крах будет как бы способствовать просветлению в мозгах. Либо не способствует для тех, кто не способен к этому просветлению. Я не знаю, как оно там будет просветляться, но пока, судя по реакции украинского населения, от этого просветления становится хуже Порошенко, которого мечтает повесить уже едва ли не вся Украина. Но не лучше нам. То есть они продолжают считать, что во всем виновата Россия. Но, конечно, правительство, которое привело к власти Майдана, казалось не таким. Поэтому его в очередной раз надо поменять, этих врагов народа перевешивать, следующих друзей народа привезти, и они будут сражаться эффективнее. Лозунги Майдана можно сравнить примерно с программой Хрущева по построению коммунизма в Советском Союзе к 1980 году. Абсолютно утопические цели, нереальные, нереализуемые никогда. И примерно то же самое, чем кормили Украину с точки зрения того, какое наступит изобилие и процветание после Майдана. Ведь, по сути дела, из того, что говорилось, не реализовано вообще ничего. Более того, итоги экономической политики, политики в области социальных отношений, еще раз повторяю, Украина просто упала. Это страна, которая сегодня вообще не способна что-либо гарантировать. Кроме того, кроме генерации непрерывной ненависти, там больше ничего не генерируется. И вот этот экономический, финансовый коллапс, очевидно, будет нарастать в конечном итоге. Просто приведет к тому, что все это дело взорвется, произойдет реальная сомализация Украины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но здесь все-таки в любом случае Соединенные Штаты Америки будут стараться держать руку на пульсе. И я думаю, что вот так отказаться от этого проекта американцы просто не откажутся. Потому что, еще раз повторяю, Украина мыслится ими как копье, нацеленное в грудь России. И отказываться от этого постулата они не будут. Что делать нам? Вы знаете, я, может быть, скажу циничную вещь, но, разумеется, вот сильная, унитарная, единая Украина нам не нужна. Мощные вооруженные силы Украины нам не нужны. Поэтому здесь Россия должна занимать политику разумного прагматизма, знаете, может быть, циничного прагматизма. Поскольку в этой ситуации мы прекрасно понимаем, кто сидит в Киеве и кто придет на смену этим людям, не еще, может быть, придут худшие персонажи, чем тот же самый Порошенко, которого формально мы там называли на каком-то этапе партнеров. Здесь политика нашей страны должна быть, еще раз повторяю, циничной в том плане, чем вот как управлять этим процессом, либо куда его направлять. Есть ли у нас такие рычаги? В любом случае, думаю, что де-факто государственное строительство ВЛНР и ДНР должно продолжаться при всем, при том негативном с экономической точки зрения положении, там должны встраивать эти области Донбасса в общее российско-экономическое пространство. Должны быть созданы какие-то кооперационные цепочки для того, чтобы народно-хозяйственный комплекс ВЛНР и ДНР мог работать, генерировать кэш и каким-то образом хотя бы минимизировать те экономические усилия, которые мы вкладываем для того, чтобы поддержать эти регионы. Их нельзя бросать на произвол судьбы. Я в этом абсолютно убежден, оформление де-факто государственности ЛНР и ДНР должно продолжаться. При этом мы, конечно, привержены Минскому процессу, но мы прекрасно понимаем, что Порошенко и его люди никогда не выполнят Минский процесс в полном объеме. Потому что это та логическая ловушка, в которой сегодня находится режим Порошенко. Поэтому мы можем безусловно долго дискутировать, когда там произойдет передача границы, по каким сценариям будет проводиться выборы, а нужны ли они там сегодня, это тоже вопрос. Но встраивание Донбасса в экономическую модель России, я считаю, должно идти опережающими темпами, поскольку есть там и центр генерации кэша и возможности для зарабатывания. В любом случае, страдания мирного населения должны быть минимизированы. Конечно, при условии, если Украина не перейдет к открытому формату боевых действий. А такое не исключено и может быть реализовано в любую минуту. Главное, все-таки де-факто перенести Минские соглашения на 2016 год, пролонгировать их. Сегодня важно, чтобы, по крайней мере, до 31 декабря не развязались боевые действия в полномасштабном формате. — То есть можно подумать, если их развяжут 2 января, нам будет легче? — Нам не будет легче от этого, нет. Но де-факто, я думаю, что вот по-прежнему надо сейчас концентрировать усилия на, опять же, доказывании Франции и Германии, как основным идеологам Минского соглашения, показывать недоговороспособность, нелогичность действия киевских властей, неспособность Порошенко выполнить минский процесс. В любом случае, когда вопрос станет так крайний, я думаю, и Меркель, и Алан должны совершенно четко показать пальцем на Порошенко, и они готовы должны быть сделать это абсолютно без каких-либо колебаний. — Ну, хорошо, пусть они покажут пальцем на Порошенко, но вот опять с какой мы ситуацией сталкиваемся. Ладно, с ДНР и ЛНР понятно, да? Там, по большому счету, надо только дотянуть до границ областей и более или менее структуризировать структуры государственного управления. А дальше Абхазия, Сосетия жили, и дети жить будут, причем еще даже и лучше, потому что они, по большому счету, экономически мощнее. И при минимальных возможностях торговли хотя бы через Россию или через Осетию, они, в общем-то, восстановят и промышленность, и экономику свою стабилизируют. Но ведь опять же мы сталкиваемся с тем, что нам хаос грозит на территории всей Украины. И причем это не абстрактная оценка, это, по сути дела, наши приближающиеся очень быстрыми темпами будущее. То есть мы сталкиваемся с ситуацией, когда проблема Донбасса, вот та, с которой мы столкнулись в Донбассе не сейчас, а в 14-м году, когда там не было властей, были какие-то непонятные вооруженные люди, которые воевали с другими непонятными вооруженными людьми, которые называли себя не то украинской армией, не такими-то там добровольствами и волонтерами, да. Значит, а по сути дела не было регулярной системы управления, а региону не только угрожал, он втягивался в гуманитарную катастрофу. И к зиме, в общем-то, в нее в полном масштабе втянулся. Вот сейчас эта ситуация гордит распределиться на территории всей Украины, только разница в том, что мы уже имеем на этой территории сбитые банды, да, с тяжелой бронетехникой, по 2-3-5 тысяч человек, там, меньше, больше, ну, эти вооруженные силы, нежно что рассыпаются, на свои составные части, да. Причем эти банды с региональной привязкой. И причем эти банды будут еще и получать финансирование, а вот от региональной олигархии, потому что, как бы мы там не оценивали умственные способности украинских политиков, на самом деле они достаточно низкие. И вся эта самая олигархия, в том числе региональные элиты, которые до сих пор не в Женеве, как в Коломойске, да, они будут сидеть там до самого конца, рассчитывая на то, что вот власть будет меняться, да, там красные пришли, белые, зеленые, а они все равно будут сидеть на месте и грабить, как Кернес в Харькове, например. Вот власти меняются, он все сидит, и собираются сидеть, кстати, и при следующей смене власти. То есть, и для того, чтобы каким-то образом обеспечить свой силовой контроль над регионом, эти элиты будут вступать в договорные отношения вот со своими региональными бандами, на которые разложатся вооруженные силы Украины. И дальше мы получаем, значит, целый набор народных, антинародных, совсем ненародных республик, да, хоть империй. В Харькове может быть республика, а через дорогу в Полтаве может быть местная Полтавская империя во главе с императором. Почему центрально-африканская была, а Полтавская быть не может. Совершенную через полосицу, которая с одной стороны не имеет никакого международного признания, с другой стороны у нас нет никакого мандата там наводить порядок. С стороны, это на наших границах. Это не то Сомали, из которого Соединенные Штаты могли по принципу «ну не получилось, так не получилось, потеряв 20 спецназовцев убраться навсегда». Это черная дыра, из которой мы не вылезем, хотя бы потому, что эти самые бандиты будут висеть еще и на границе Крыма. Точно так же, как висят сейчас. И это, кстати, еще одна опасность, которая нам теоретически угрожает, потому что активизировался крымско-татарский фактор. И потому что Украина, которая несколько раз получила по физиономии в Донбассе, сейчас активно рассматривает вариант совместного с Турцией возвращения Крыма. Там же сразу идеи блестящие в голову приходят. Турция сбила российский самолет, значит, дальше устраивается логическая цепочка. Враги навсегда, сейчас война, давайте-ка вместе нападем на Крым, а для того, чтобы вместе напасть на Крым, надо организовать провокацию. А для провокации вот у нас есть прекрасные крымские татары, там, правы секторы и так далее. И они ведь говорили, да, о том, что они там собираются взрывать энергомост в Крым, устраивать морскую блокаду, что такое морская блокада вообще-то, да. Даже если вы приплываете на маленькой лодочке, да, устраивать морскую блокаду, вас могут утопить, потому что это уже терроризм, да. А когда начинается стрельба по этим самым, по этим обормотам, то начинается и вселенский вой в Киеве. И как на этот вой кто и где и куда будет реагировать на международное видео, мы вообще-то толком не знаем, потому что это непросчитываемо. Ну, это, конечно, мрачные, абсолютно апокалиптические сценарии, но если они будут реализованы, применительно к Украине, но, видимо, нам ничего не останется, как действовать, как действует Израиль, когда возникает реальная угроза тех или иных, так сказать, повстанческих движений, там просто применяют высокоточное оружие. В конце концов, если вот произойдет то, о чем вы говорите, я думаю, что легитимность любых силовых действий в отношении остатков украинской государственности, мне кажется, не будет ставиться ни перед кем, ни кем под сомнение о том, что если действительно этот вооруженный сброд будет устраивать провокации, нападать, если центральная власть утратит контроль над теми или иными регионами и, соответственно, вооруженными формированиями на территории этих регионов, то я здесь полагаю, что Россия будет абсолютно развязана руки для любых превентивных, в том числе, действий силового характера. Разумеется, опять же, опыт сирийской войны здесь будет весьма для нас полезен с точки зрения того, как следует и выстраивать отношения и вести войны подобного типа. У нас достаточно мощное высокоточное оружие сегодня. Ставится задача перехода, ну, фактически, в трехсменный график его производства для того, чтобы у нас были средства реагирования, в том числе дистанционного высокоточного реагирования. Поэтому в этом плане я думаю, что если вдруг ситуация покатится по тому сценарию, о котором вы сказали, я думаю, у нас будут возможности и политическая воля для того, чтобы предотвращать те эксцессы, которые с территории бывшей Украины будут для нас носить просто опасный характер. В этом плане я думаю, это будет. Но здесь возникает другая проблема, судьба, опять же, атомных электростанций, которые находятся на территории Украины. Я как раз только хотел сказать, что высокоточное оружие это очень хорошая вещь, когда надо даже не утопить авианосис, но раздолбать склад в пустыне какого-нибудь ИГИВ или командный бункер и так далее. А когда бродят десятки тысяч обормотов и захватывают атомную станцию, взрывают газопровод, чтобы газ страны-агрессора не шел в Европу. Еще какие-то мелкие подлости делают, высокоточным оружием не обойдешься. И сирийской армии у нас на территории Украины нет. Ну, значит, армии ДНР, ЛНР пойдут вперед. По крайней мере, они могут выполнять функцию охраны трубопровода, по которому Европа получает российский газ. Для этого их надо увеличить минимум в четыре раза. Тем не менее, как бы, а что, Европа будет вводить свои какие-то спецподразделения для охраны трубы? У меня красный вопрос. Я думаю, что Европа была бы и не против, и даже, может быть, готова выдать мандат, даже, может быть, готова будет попросить, если уж совсем все в разнос пойдет, чтобы туда отправилась российская армия. Но взять территорию под военно-политический контроль — это одно. А другая проблема заключается в том, о чем мы тоже говорили сегодня, что государство, оккупирующее какую-то территорию, неважно по мандату или без мандата, ответственна за население этой территории. Это значит, что Россия должна будет кормить, финансировать из своего бюджета проживание еще трети российского населения, то есть еще сорока с лишним миллионов человек. Это абсолютно исключено. Но я думаю, тогда возможен чудесный вариант, когда в Киеве остановится бронетранспортер, с которого выйдет будущий президент Украины, займет президентский дворец и чудесным образом возьмет управление на себя, как это было с Бобраком Кармалем. Опять-таки, вопрос Бобрака Кармаля финансировал Советский Союз. Порошенко до последнего момента финансировали Соединенные Штаты МВФ, перестали финансировать. Мы сейчас обсуждаем похороны Порошенко. Должны кормить сами себя. Украина должна кормить сама себя. В любом случае, как бы, абсолютно исключен вариант, когда 40 миллионов голодных ртов вдруг сядут на хлебниками на российский бюджет. Это абсолютно исключено. Мы же понимаем, что ни с Порошенко, ни без Порошенко, ни с пророссийским президентом, ни с проамериканским президентом сегодня это уже нереально. Об этом еще можно было говорить при позднем Януковиче. Что вот сейчас они исправятся, подумают, начнут правильно действовать в экономике, и все будет хорошо. Когда экономики уже нету, ее надо создавать заново, по большому счету. А это хочешь, не хочешь, требует многомиллиардных вложений. Почему я и говорю, что если Европейский Союз согласится финансировать на ведение порядка, то мы можем, конечно, войска хоть в Варшаву послать. Это небольшая проблема. А вот если Европейский Союз не согласится финансировать на ведение порядка, то тогда вполне может быть, что нам будет даже, ну не то что выгоднее, но как вы говорите, если относиться к этому делу цинично, то тогда придется просто смотреть, как взрывают ведущие в Европу газопроводы и говорят, ну вы же сами этого хотели. Нет, мы не можем пассивно наблюдать, как будет взрывать ведущие в Европу газопроводы, потому что фактически это будет удар по нашим интересам, ну и по интересам Европы. Но знаете, я все-таки хотел бы надеяться, что до такого дела не дойдет. Потому что представить Украину в виде Сомали при тех сценариях, которые вы описали, конечно, это жуткая вещь абсолютно. Как мне покажется парадоксальным, но Путин абсолютно искренне говорил, мы хотим сохранение Украины как единого государства. Потому что вот эти вот вещи, если они просчитывались в том виде, о котором вы рассказали, это действительно ужасное будущее. И нам такое будущее Украины не нужно. Нет, ну российские власти совершенно искренне говорили, и это было правда, что нам вообще-то нужна единая, сильная во всех отношениях, но дружественная и союзная Украина. Это действительно был бы оптимальный для России вариант. Оптимальный вариант. Это не сложилось, да. При Януковиче никто не мог представить себе, что будет представлять Украина при Порошенко. Через два года после Януковича, через неполные два года. Я думаю, такой сценарий вообще никто не прописывал. Нет, ну почему. Сценарий-то прописывали, и даже примерно говорили о том, что будет после Майдана. Но никто в них не верил, что такое может быть. С точки зрения здравого смысла. Но, помните, общие сценарии теоретически это одно, а когда это происходит у тебя на глазах и в реальном мире, это немножко другое. Потому что тогда мы сталкиваемся уже с конкретными вещами. Не с абстрактной, мы говорили, будет гражданская война, а сейчас мы говорим о конкретных обстрелах в Донбассе, о конкретных погибших мирных жителях, о конкретных деятелях, и при этом представляем себе еще и конкретные кадры, которые нам показывали по телевизору. То есть в этом, в общем-то, и существенная разница между абстрактными оценками и реальностью. Так вот, мы много чего себе не представляли год назад, два года назад, пять лет назад. А это все произошло. Причем произошло вопреки объективным интересам той же самой Украины. Более того, вопреки Европа действовала, вопреки своим собственным объективным интересам. Ну, это к вопросу. Когда вы говорите, что США глобально все просчитывают, хаос, да не просчитывают они ни черта. Потому что если бы просчитывали, что мы с Украиной, наверное, все-таки действовали бы по-другому. А что, США плохо? Дождались бы легитимной смены власти. Янукович отсидел бы свой положенный срок с врезанными полномочиями. Дальше передал бы власть новому президенту, тому же Порошенко, которого избрали. Просто это еще лишний раз показывает, что многие процессы развиваются ситуативно, и реакция на них тоже ситуативна. Я не знаю, как глобально действовать нам в той ситуации, которую вы описали. А этот сценарий, конечно, вполне реальный. Это одно из сценариев будущего Украины. Но знаете, это страшный сценарий. Это страшный сценарий. Хотелось бы отреагировать на него, как Песков отреагировал на возможность перекрытия Турции проливов. Он сказал, что это сценарий апокалипсиса. Я могу на это ответить, что мне хотелось бы, чтобы вот этот сценарий будущего Украины, о котором мы говорим, был из этой же серии. Из серии невозможного, либо из серии того, что будет чудовищно плохо от того, что произойдет. Но полностью исключать, конечно, нельзя такие вещи. Говорить о том, как будет действовать Россия в этой ситуации, вот сейчас. Но очевидно, мы будем вынуждены искать какие-то стабилизаторы ситуации. В каком виде эти стабилизаторы могут быть? Ну, понятно, на Украине денег сколько не дашь, они пропадут. Поэтому за счет России стабилизировать Украину экономическими методами мы не можем себе этого позволить. Да я думаю, что... Ну, просто денег столько нет. Во-первых, нет денег, а во-вторых, нет смысла это делать по той причине, что мы прекрасно понимаем суть тех, кто руководит сегодня Украиной. Да и вообще суть нынешней Украины. Знаете, сколько денег не дай, все будет мало, все равно будете виноваты, и эти деньги разворуют. Они до народу не дойдут. Но фактор стабилизаторов могут играть другие вещи, военно-политические акции, либо, я не знаю, поиск каких-то консенсусных решений с Европой по будущему Украины. Тяжело говорить заранее, наверняка. Ясно лишь одно, что события на Украине дальше будут ускоряться и ускоряться по совершенно плохим сценариям. Хорошего там не будет уже никогда. Вопрос, насколько будет плохо. Выбирать придется, видимо, между очень... плохим сценарием и сценарием катастрофическим. К сожалению, здесь во многом мы являемся, ну не хочу сказать, заложниками развития ситуации, но мы не можем сейчас эту ситуацию выстраивать так, как нам хотелось бы, по той причине, что нам, а, не дадут этого делать, угрожая новыми санкциями, да, а, б, то, что объективно сейчас вот таких действенных рычагов влияния на внутриукраинскую политическую ситуацию у нас, по сути, нет. У нас ограниченный набор мер реагирования, поэтому нам остается только ждать и думать, а что будет, если будет то, о чем вы сказали, но лучше бы таких сценариев, чтобы не было реализовано. Хотя не более, чем реально сегодня. К сожалению, действительно, никто не мог даже, ну, на уровне здравого смысла представить себе то, что реально произошло и случилось на Украине. При том, что там предупреждали, да, что будет гражданская война, разрушение городов, действия украинской армии приведут к массовым жертвам, разрушениям и неизбирательному поражению целей. Но когда все это говорили, я вот сам помню, комментирую это, я как-то не мог переступить черту внутри себя, когда говорят о том, что это может произойти, я все-таки втайне молил Бога о том, чтобы это не произошло. Но это произошло и случилось. Поэтому относиться вот к вашему прогнозу надо тоже исключительно серьезно, исходя из того, что это может стать, к сожалению, реальностью. Ну, я думаю, что если апокалиптический сценарий уже вынужден комментировать, причем серьезно комментировать пресс-секретарь президента, значит, в общем-то, мы к ним подошли очень близко. То есть, мы буквально ходим вдоль праздной черты. Мы ходим по грани, действительно, потому что, ну, абсолютно нерациональное поведение. Вы посмотрите, разве можно признать рациональным поведением Украины? Нет. Разве можно признать рациональным поведением Турции? Абсолютно нет. Разве можно было признать рациональным поведением Грузии в 2008 году? Конечно, нет. Но во всех вот этих сценариях, посмотрите, на первое место выходит фактор военной силы. Если ты обладаешь реальными военными возможностями, ты можешь какие-то ситуации развернуть, либо нейтрализовать. Если ты не обладаешь такими возможностями, то ты просто катишься, тебя уничтожают, ты не можешь ни на что влиять. Именно поэтому, я думаю, сегодня вот как бы фактор возрастающих военных возможностей, которые есть в Российской Федерации, это благо для нас. Это благо для оборонно-промышленного комплекса, потому что в критический момент развития человеческой истории, как бы он выступает драйвером экономического роста и сохранения экономики в целом, при всем том негативном отношении, которое есть у наших российских системных либералов, экономистов, экономического блока правительства, к увеличению необходимости финансирования военных расходов. Но мир сегодняшний таков. Конечно, мы живем в страшном мире. Кто мог подумать, что это произойдет еще там, я не знаю, 30 лет назад при Брежневе. Казалось, что эпоха больших войн ушла навсегда. Мы будем сдерживать друг друга, но при этом жить спокойно и не скатываться вновь в ситуацию войны. Просто сегодня нет понятия глобальной войны, большой мировой, третьей мировой войны, но это война нового типа. Это то, что мы называем гибридные войны, причем не то, в чем нас обвиняли на Донбассе, это действительно гибридные войны. Та же самая Турция ведет гибридную войну против Ирака и против Сирии. Наша операция в известной степени связана не только с авиационными ударами, но и с попытками модерировать на сирийском силовом поле, формируя более широкую коалицию, чем просто Хизбалла и сирийская правительственная армия, встраивание сюда отрядов ополчения, обучения их и мотивация к боевым действиям. При этом работа с несистемной сирийской оппозицией, но которая все-таки отличается от ИГИЛ, для того, чтобы каким-то образом заставить их воевать против ИГИЛ. Здесь сложная такая мозаичная конструкция, но, к сожалению, это вот наш новый мир. Мир хаоса, мир войн, которые будут отличаться от классических, и это уже подошло к нашим границам. Поэтому это Украина, это Сирия, и не дай бог, все-таки сценарий такой может быть запущенный на наших южных рубежах. Надо быть к этому готовыми, для того, чтобы не погибнуть под грузом того хаоса, который будет надвигаться на Россию. Будем надеяться, что наши военные возможности, если не позволят нам предотвратить, а по крайней мере, то позволят в нем выжить. Спасибо за беседу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok